Добрый день! Сегодня успеем поговорить сразу про 4 вида спорта. Начнем с футбола. ФК Тюмени в рамках 15-го тура Футбольной Национальной Лиги 2 играл в гостях против Тольяттинской Лады. После поражения в предыдущем туре от своего главного соперника Ульяновской Волги терять очки в матче с одним из заусайдеров Тюмени было никак нельзя. Как на беду, матч были вынуждены пропустить оба форварда Тюмени, Данил Карпов и Антон Кобялко. Удалось ли команде справиться без них, увидим прямо сейчас. Черно-белые, вышедшие на поединок в экспериментальном составе, долгое время привыкали к новым позициям. Отсутствие форварда сказывалось при развитии атак. Большую часть первого тайма Тюмень осаждала ворота соперника, но доводить дело до удара никак не получалось. Только на 43-й минуте Павел Шадрин взял на себя роль наконечника после шикарного навеса Александра Бема. И головой вонзил мяч в створ самой пропускающей команды дивизиона. В концовке тайма Шадрин оформил дубль, но судьи зафиксировали положение вне игры и гол отменили. На 67-й минуте Артемий Малеев покинул поле, а вместо него вышел Антон Бочаров. Позицию форварда занял Шадрин. Следом Игорь Менщиков выпустил на поле Вячеслава Бардыбахина. Такая многоходовка дала эффект. Бардыбахин, получив от Шадрина пас штрафной хозяев, на ложном замахе убрал соперника и с левой ноги переправил мяч ворота. Лада же отвечала только такими моментами. 2-0, пока Тюмень, играя без форвардов, добыл на выезде 3 очка. Матч в Тольятти завершил программу первого круга первенства страны, который Тюмень завершила на третьем месте. Отставание от лидирующей Волги 7 очков. Отыграть его можно, конечно, шансы еще будут. Правда, ошибаться во втором круге команде уже практически нельзя. Интересно, что второй круг начнется как раз матчем вновь против Тольяттинской лады, только теперь уже домашним. Он пройдет 23 октября на стадионе Геолог. Далее про хоккей. 9 матчей подряд проиграл Тюменский легион в чемпионате молодежной хоккейной лиги. Последнее из поражений в этой неутешительной серии было в домашнем поединке против Авто из Екатеринбурга. Хотя сибиряки сделали все для того, чтобы неудачную серию прервать. О том, как до последних секунд шла борьба в этом матче, прямо сейчас в нашем сюжете. Впервые в сезоне в свитере молодежной команды на лед вышел Артем Васюков, уже закрепившийся в основе рубина. Правда, даже такое усиление не помогло не пропустить в начале периода. Открыл счет 17-летний Владислав Раздьяконов. Во втором отрезке лучший бомбардир Авто Виктор Неучев не без помощи конька закрепил успех своей команды. Хозяева забили только в третьем периоде на 47-й минуте. Александр Лужин вышел на рандеву с голкипером и поразил цель. Правда, почти сразу Антон Чуфаров разыграл шикарную комбинацию с Егором Куимовым и сделал счет 3-1. Но тюменцы не спешили сдаваться. После сольного прохода Жанна Якуцени шайба попала на крюк все тому же Лужину. И форвард оформил дубль. Затем сибиряки сняли вратаря и получили четвертый гол в свои, уже пустые ворота. Его автором вновь стал Чуфаров. 2-4. Легион продолжает замыкать турнирную таблицу конференции Восток. В 16-ти проведенных поединках в сезоне тюменцы выиграли лишь один. Меньше всех забрасывая и больше всех пропуская. Впереди у тюменцев выездная серия аж из 10 матчей подряд. Снова дома. Легионеры сыграют теперь только 19 ноября. У нас на очереди волейбол. Команда Тюмень, мужская команда Тюмень провела домашние матчи против Магнитки из Магнитогорска. И набрала лишь один балл из шести возможных. В составе гостей блистал Дмитрий Кравченко, который, что интересно, 10 лет провел в системе сибирского клуба. Но свою бывшую команду не пощадил. Он за два матча набрал 10 очков на блоке, в то время как вся Тюмень, только 11. О том, к чему это привело, прямо сейчас наш сюжет. Очередной тур чемпионата российской высшей лиги А волейболисты Тюмени провели дома и сыграли неудачно. В первом поединке против Магнитогорской магнитки они уступили со счетом 2-3. В повторном противостоянии реванша не случилось. Хотя шансы зацепиться за результат у хозяев площадки имелись. Так вторую партию они проиграли на балансе 23-25. А в концовке третьей ввели со счетом 22-20, но затем уступили 5 мячей подряд. Как итог, сухое поражение 0-3. Да, могло бы по-другому повернуться, но я же говорю, если мы хотя бы сыграли свои процентов, не знаю, 70-80, естественно, мы и вчера бы выиграли сегодня. А если мы показываем максимум 50% от своих возможностей, то какой победе может тебе речь? Сегодня кто больше хотел, тот и выиграл. Магнитка больше хотела, она и выиграла. А мы такое впечатление, что нам эти очки не нужны. В следующем туре 23-24 октября тюменцы в Екатеринбурге встретятся с местной командой «Локомотив» и «Зумруд». Сейчас, выиграв три матча из шести, Тюмень идет в середине турнирной таблицы в высшей лиге. А женская волейбольная Тюмень на этом же отрезке выиграла четыре матча и входит в тройку лидеров. Ну и напоследок мини-футбол. Анонс уже завтра МФК Тюмень, который прямо сейчас является лидером чемпионата России, примет дома новую генерацию из Цыктывкара. Мы этот матч покажем на нашем телеканале в прямом эфире. В 19 часов начнется игра, в 18.40 начнет работа специальная студия с приглашенными гостями, экспертами будет много интересного видео, разные сюжеты, поэтому не пропустите завтра МФК Тюмень новая генерация. На сегодня о спорте все. До свидания.